Ну что, давайте тогда начнем. Всем привет! Меня зовут Артем Ребров. Если кто забыл, и рад приветствовать всех красно-белых маленьких журналистов на нашей детской пресс-конференции ежегодной. В этом году, как вы знаете, как вы видите, у нас немного необычный формат. Сами понимаете, в сегодняшних условиях это оптимальный вариант, в котором мы могли провести эту пресс-конференцию. Она будет проходить в Zoom. И, как всегда, она проходит при поддержке фонда «Спартак детям», который помогает детям, у которых проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Ну и давайте уже начнем. Поприветствую главных лиц. Давайте я их назову. Сегодня с нами участвует в нашей пресс-конференции. Будут отвечать на ваши вопросы. Вопросы Георгий Джикия, наш капитан. Давайте реакцию какую-то. Видите, все там нет. Мы вас не слышим, но вы все равно как-то руками, жестами показываете, чтобы реагировать. Но они будут подумывать. Сейчас я не подумываю, да. Мы подготовились. Так, самый главный дед в команде, это не я. К счастью, это Андрей Ещенко. Видали, видали, видали. Многие прически тоже, я смотрю, как у него сделали. Вон сидят, да? Парная с перной, Сашей Режа тоже. Я же тебя видишь, фанаты маленькие. Да, перная. Тащица. Так, настоящий бомбардир и лучший игрок матча с Тамбовом. Жордан Ларсон. Поприветствуем, поприветствуем, ребятки. И новичок нашей команды, Виктор Морис. Поприветствуем его тоже. Вот это все участники, которые будут отвечать на сегодняшние ваши вопросы. Ну и будут сюрпризы тоже. Сухлёв? Конечно. Так, ребят, давайте сразу договоримся. Когда я буду читать, вопросы будут от меня, которые я буду читать здесь уже, которые приготовлены. Будут вопросы от вас. Я буду называть имя и фамилию, давать небольшую паузу, и вы поднимаете руку. Чтобы наши ребята, кто здесь помогает, они вас видели и выводили в эфир. И вы можете сами прочитать свой вопрос участнику. Хорошо, если все понятно, киваем головой или показываем палец стенд. Все понятно? Да? Молодцы. Так, ну что, давайте, наверное, начнем. У нас есть традиционный вопрос от Екатерины Клюковой, которая хочет знать, кем вы наряжались в новогодние праздники? Когда были маленькими? И какой костюм выбрали бы для костюмированной вечеринки? Джордан, ну давай с тебя начнем. Which clothes did you wear for the Christmas Eve for New Year? Снегурничка! Поскорил once. Унегурники? У них нет. Нет. Это русская традиция. У нас не наряжаются ни на Рождество, ни на Новый год. Может, какая-то есть другая традиция, что они делают именно в их формате? В общем, у них ничего такого нету. То есть, они просто проводят в семейном атмосфере праздники, кушают, общаются, дарят какие-то подарки. И вот так у них само происходит. Есть, но я уверен, у тебя много было примеров, о которых ты можешь рассказать. Нет? Ну, наверное, наверное, Дед Мороз, наверное. А-так-воз. А-то он, наверное, в садике волком был. Волком? Волк. А ты волком был. Да, волконом. Тебе даже не нужно наряжаться, в принципе, и так походишь. Так что весело было бы, почему нет? Всех веселил. Вик, давай ты. Ну, или у вас тоже самое, что и у Джордана? А-а-а, same situation like Jordy. Да, same situation, but at the same time everyone guessed it well, like a Christmas jumper. А-а-а, same situation, but at the same time everyone guessed it well, like a Christmas jumper. Новогодний вот этот колпакт Беломороза, да. Вот, и борода такая была, помню, в школе, что-то наряжались там. Но это был максимум. Никаких костюмов больше нет. Не, я вспомнил, в Ливерфуле мы одевали этот. Давай не будем вспоминать Ливерфуле. А-а-а, почему там одевали голову? А-а-а, дети, наверное, они не знают, и не надо им знать даже. Там некоторым семь лет, когда там забили все. Так, ладно, давайте дальше продолжим. У нас все-таки футболисты, давайте футбольные вопросы будем дать. Если бы во время игры пришлось в чужой позиции, где бы вы хотели сыграть, и почему именно там? Я в центре поля, да. Ну да, Вик хотел бы в центре поля сыграть бы. Где-то в защите. Ну, а там уже свободный холл защиты. Есть. Мень, что спрашивай, что я везде... Ты в ворота, наверное, поближешь. Там бегать не надо, спокойно. На воротах я и ввала. Ты куда бы хотел. Он в иголки пожил. Ты ну или куда, я уже везде был. В принципе, везде было, я думаю, уже... Ну, 45 лет, конечно. Артем, не обижайся, но я бы, наверное, ворота хотел... Да нет, что мне обижаться? Нормальный человек, мы тебя с удовольствием взяли. Джордан? Я тоже полузащитник. Ну, полузащитник Джордан, в принципе. Я думаю, и Лёха Кутев, если был бы здесь, он бы ответил, да, сейчас? У тебя ситуация, что... Был защитник, стал сейчас нападающим. Нормально. Так, теперь я озвучу один из вопросов, которые ребята готовили заранее. Мне очень понравился ход мысли Юлии Высших Городцевой. Итак, Спартак выходит в финал Лиги Чемпионов. Кому бы вы доверили пробить пенальти в таком матче? Кэф, давай, с тебя начинаем. Кому бы доверил, если мы в финале Лиги Чемпионов выиграли? Пенальти пробьем? Да. Или сам бы все решил? Нет, точно я не бил бы, сто процентов. Я думаю, что можно было бы дать пробить. Трудный выбор, да, я смотрю. Нет, у нас есть просто кто классно бьет, просто хочется оригинальный ответ какой-то дать. Есть, давай, пока. Аэртону, Аэртону. Давай, Семь, Аэртону, а потом что? Нет, по Фрадайке. Хорошо, Ларсен, принимайся. Есть, ты бы кому доверил. Ну, или Ларсену, или... Или Джордану. Джордану, или Ларсену. Или Ларсену, или Джордану. Вик. Еща, да? Экспериненс, да? Вик, за Еща. Я думаю, я положил Аршу. Аршу, это будет хороший пенальти. Чтобы мне бить пенальти, мне нужно еще на поле выйти, а со скамейки, с пометей. Харты чуть-то не бить. Невозможно, Харты. Нет, нет, мы выберем его. Замена, замена будет. Отлично, спасибо, Джордану. Он будет бить, Галкипер уйдет. Хикарство дым. Давайте продолжим, не отрекаемся. Все-таки скоро Новый год, и будут сюрпризы. Да, и у нас есть для вас небольшой сюрприз. Совсем скоро подойдет наш главный тренер. Совсем на чуть-чуть, потому что он сейчас занимается подготовкой к игре. Но будет у нас, и будут для него также вопросы. Так что попозже немножко подойдем. Так, теперь давайте еще, какие у нас вопросы. Так, про дедов вопрос есть, кстати, есть. Про нас с тобой. Тем более мы с дедом здесь, а мы старые в этой команде. Я загадываю желание вам на двоих в 100 лет. Артему, тезку. Тезка, мы очень интересуемся, кто из нас выносливая. Андрюха, что скажешь? Спрашивайте, у вас я по-хэп. Понятно, что есть. Такие наски нет, с хобби. Ну выносливая, а почему-то она может не прополить. Мой эндюринс. Еще про что-нибудь, ну я не знаю. Выносливая, это значит физическое состояние, наверное. Ну теннис там или еще что-то. Теннис, теннис, мигах, скош. Не, ну я соглашусь, да, не в обиду себе. Но есть, конечно, что выносливая. У нее и позиция такая, я-то вратарь. Матвей, а можно я сначала тебя спрашиваю? Какие суеверия у вас были связаны с прическами? Правда, что от этого зависит удача на поле. Спасибо. Я на самом деле не очень, говорит, суеверный. Но когда узнал, что болельщики начали просить меня снова вернуть старую прическу, то не мог этого не сделать. Потому что действительно забивать перестал. И вернул все, как было. Давайте следующий вопрос. Человек, что он есть. Ребро тоже не помогает. Не выходит, не забивает. Поменял почувствовал. Давай, что можешь? Я сказал, что я. Все сказал. Есть, конечно, суверные моменты. Но основное, это, конечно, перед игрой. Ну, минутку посидеть, так подумать о важном. Ну, о чем-то личном. О игре, о здоровье. Чтобы все прошло без травмы. Конечно же, команда выиграла. И добилась результата. Ну, и, конечно, немного, можно сказать, повалиться за это все. И вперед. Единственное, что я делаю, это кричуть перед тем, как выходить на поле. Всегда это делаю, с тех пор, как начал профессиональную карьеру футболиста. Я думаю, ответили, ребята, на твой вопрос. Спасибо за вопросы. И классные у тебя обои, кстати, мы все отметили. Спасибо. Ребята, а сейчас про сюрпризы, которые я говорил. Наш главный тренер Доминика присоединился к нам. Давайте его поприветствуем. Спасибо, что вы нашли время. Он красивый. Ребята, вы можете написать свои вопросы. Мы обязательно их зададим. У меня тоже будет пара вопросов. Если можно, я их задам. И потом уже как раз прочитаем ваши вопросы. Так, первый вопрос у меня. Это лично от меня, если можно. Я воспользовался этой ситуацией. И мне интересно, какое любимое место у вас именно на стадионе? На нашей открытии арены. Тренер сказал, что он любит свое место, но он там не сидит. Он обычно бегает, все это активно проводит. Думаю, сами это видели. Спасибо за ответ. И второй вопрос, когда вы же тоже играли в футбол, да? И если брать нашу команду, на кого вы были похожи, когда вы играли? Стиль, манера. В нашей команде. Именно из нашей команды. Только не говорите, что есть. Just don't say it's me. I was like, you know, a little bit more like Bakaev. Бакаев был немножко. Тренер был. Хорошая техника. And we can just speak about the positive things. Так, ребят, пока вопросов нет, может из вас кто-то хочет задать их. Хороший результат, шанс у каждого из вас. Джордан. Do you have any questions? Yeah, any questions for Colt. What position do you think we will land on the table this year? На какой позиции закончим сезон? I thought for the children or for you? I think that we will land between the first and the third. I think that we will be in the third. Top three. Top three. I think. You need to. Первый. I want to ask the question Andreeu Yechinko. That's correct. We already understood. You said it. Let's go. I want to play with the 38 numbers. Andreeu Yechinko, скажите, сколько мне осталось дать? Когда он на пенсию идет, да? Тогда было место закончено. Кто попросил маму или папу вопрос задать? Говори честно. Он искусший. Его мама, его дана. Он сам. Он сам. А ты с Иркутска, нет? Мы из Иркутска. Нет, он из Иркутска. А, тебе просто нравится мой номер, да? 38-й? Да. Ну, тогда можешь прямо сейчас надевать и начинать. Get it now and start playing. Я думаю, Yechak ответил. Давайте еще вопросы есть к тренеру все-таки. Потому что мы долго не будем держать, скоро отпустим. Поэтому, если есть вопросы, давайте, руку поднимайте. Я хотел бы задать вопрос Виктору Мозесу. Я занимаюсь пляжным футболом в клубе Спартак в Москва. Играю также под номером 8. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к пляжному футболу? Я не смотрю много про пляжному футболу, но в любом случае, когда пляжный футбол идет на ТВ, я смотрю немного. Мне нравится, хоть я им особо не увлекаюсь, но каждый раз, когда попадаю на матч пляжного футбола по телевизору, всегда смотрю. Я думаю, это всегда здорово играть, когда светит солнце и под ногами теплый песок. Спасибо за вопрос. Я думаю, тебе хорошо ответить. Давайте все-таки я еще капитана нашего попробую вопрос задать главному тренеру Джей. Давай, последний. Ты хотел, ты же меня просил, помнишь, задать вопрос? Пусть скажет три своих любимых места в Москве, Доминика, что три любимых места в Москве, которые он любит посещать в хорошем настроении. You will not play. Почему-нибудь. Я тоже люблю тебя. Добрый, добрый. Возможно. Не, но где он любит проводить время в Москве? Понятное дело, что стадион это все хорошо, но помимо личной жизни, может, многим будет интересно, что полюбил, да. Не, не, нет, кроме стадиона. Кроме стадиона, да. There is a park, you know, a park close to the place where I live. You have a lot of parks here in Russia, you know. But this park, and you know, we know this park, because sometimes we go there before the matches. I like it very much. You know, there is water, you have a lot of green, we can run there, you know, we make some runs with the stuff. I like it very much. Then the Red Square, of course. Red Square, we were used to go there very, very often, especially the beginning of our time here. And the third place is the Basilica. It's also in the Red Square, but I think it's a special place, you know. Basilica. St.Bittles Basilica? Yes. 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 The first place is a park, which is a park, which is a place where I live. The guys also know it, because we go there often before the игр. There is water, there is a lot of wood, there is a lot of wood, there is a lot of wood, we often do bussing. Also, Красная площадь, безусловно, регулярно посещали ее, особенно, когда только приехали сюда работать. И также отдельно хотел бы выделить собор Василия Блаженного, хоть это тоже на Красной площади, но для меня это вот особый монумент. Спасибо за ответ, за вопрос. Ильич, может, у тебя какой-то вопрос еще есть, тренер? Ну, пока ребята пишут. Давай, задам. Давай, давай. Sorry, coach. It's clear that you're going to spend, you're going to stay with your family for the new year, and will you wear some mascara suit? I feel that it's for, yeah, like a helmet, because here we will wear something, sometimes, yes, for the new year. Yeah, you know this pullover, where you have the slides on, you push and then you... It's like a sweater with a smokey on. It's like Recepter. It's not a dred moros, not a snowman. Rombos. It's a rombos. It's a rombos. It's a very scary thing. I'm not a dred moros, not a snowman, not a snowman. I don't know exactly what you do. I won't be like a dred moros. I won't be like a dred moros, I won't be like a dred moros. Насколько я знаю, не собирался. Так, Тимофей, вопрос, да, у нас будет задавать главному тренеру? Да, здравствуйте. Привет. Слушаем твой вопрос. Можно ли попасть к вам на тренировку? Can I come to the training one day? Yes, you can come Sunday. You have time Sunday. Да, в воскресенье приезжай, есть? Почему нет? Давай. Есть у тебя время воскресенья? Да, есть. They will also come, you know, you can tell. 10 girls will come to see our training on Sunday. Еще 10 девочек приедет на нашу тренировку. А что это мы не знаем? Потому что они маленькие, 10 лет. Надо наши вопросы задавать, да? Здравствуйте, можно еще один вопрос главному тренеру? Давай, давай, Владислав Путкович. Какой ваш любимый стадион России? What is your favorite stadium in Russia? I like Krasnodar. It's very good. Thank you. Thank you. You know, because if I say Spartak, it's too boring. Of course, I love our stadium. Krasnodar was really good. Да, мне нравится стадион Краснодара, он хороший. Если бы я сказал бы Spartak, это, конечно, правда, я тоже люблю, но ответ Spartak был бы очень скучный. Вот, кроме Спартака, да, мне очень в Краснодаре нравится. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Владислав. Так, следующий вопрос у меня тут есть от Дениса Якушева. Ну, все знаете, да, нашу традицию, когда вы в виде футболиста, когда вы ходили с детьми, скучаете ли вы без этой традиции? Потому что, понятно, из-за коронавируса все это отменили. И сейчас, ну, скучно как-то выглядит, мне кажется, когда вы просто выходите без детей. Я думаю, ребята скучают, и мы скучаем. И ваши эмоции, как от этого футболиста, где футболиста. Ну, что вы думаете по этому поводу, Джей, давай купонай. Конечно, всегда приятно, да, выводить детей, которые хотят осуществить свою мечту, да. У меня был такой случай, когда я выводил ребенка, мне сделал подарок ребенок, монетку. Я не знал, куда ее деть прямо перед игрой. И засунул в гетру. Кстати, он туда сочетает. Да, положил в гетру. Вот, было приятно, конечно же, и футболиста игры. Ну, так получилось, что осталось. Ну, не слетело, не выпало, я ее положил в свои подарки. Ну, во-первых, мы играем, конечно, для людей. А когда выводим детей, которые на нас смотрят, и даем им такую радость, счастье, то, конечно, от этого получаешь большое удовольствие письмо. Поэтому, конечно, у вас хватает. Как можно больше добра, счастья детям. Вик, вы что думаете? Вик, Джордан, ваши эмоции какие, чтобы для детей мы ходим в воду и следствия? В воду следящий. Может, здесь просто Вик на речи не застал это, потому что заинтересован, что в других командах все это было, а когда в Челси в интере понимает, о чем говорят. Вик, Джордан, ваши эмоции, понимают, о чем говорят. Вик, Джордан, ваши эмоции. Они были в будущем. Поэтому мы должны сделать их счастливы. И просто для них населения. Я тоже считаю, что это отличная традиция. Дарим детям радость, для них это мечта, для многих выйти на поле с футболистом. И дети наше будущее, поэтому все мы наслаждаемся, конечно, такими моментами. Вик, Джордан? Вик, Джордан. Вик, Джордан. Мне надоم ровно обрадоваться при полном стадионе. Так что нужно пока что потерпеть. Так, а еще вопрос появился у Андрея. Да, Саников, по-моему, главному тренеру. Давай, Андрей, привет, мы тебя внимательно слушаем, получу. Здравствуйте, у меня вопрос к главному тренеру. «Доменика, какую страну вы больше всего любите? Италию, Германию или Россию?» Я не знаю, что Русские, но Marty. Эк Rivers мы любим provides, Италии. Я хозя yeah. Все defender слова появилось. Когда я родился, ё redes raw Sound Leadgestер what make мы видим это была эфирба. Наверное. Я hör rel Cristian States, вы знаете, мы видел Oft 왕, чему говорилось, HARRY грибицы, и люди которые так называли мира, И я был там не так много, как 10 или 15 лет назад, но у меня много памятников о моем собственном стране. Которые там жили и до сих пор живут. Сейчас, конечно, не так много, как 10-15 лет назад, там у меня осталось родных, но все равно именно вот эти теплые воспоминания из детства связаны с Италией. Спасибо за ваш ответ, спасибо за вопрос тоже. Так, у нас еще есть тут вопрос. Я от Тимофея. Тимофей, где ты? Тимофей. Тимофей, ты у нас уже был. Ты еще вопрос появился или ты тоже хотел еще раз задать? Да, у меня появился вопрос. Какой ты быстрый, ну да, мы слушаем. Саша, у девочек. Сколько девочек? Сколько? Или десять малахом? Можно сказать? Давай-давай, Тимофей, мы слушаем внимательно. Do you like more? For me? Да. Это еще раз. Do you like more? For me the questions? Yes. Yes, мне нравится. Очень. Очень вкусно. Можно? Давай, поменяй. Здравствуйте, меня зовут Илья Артюков. Вот я хотел задать вопрос Георгию. Вот против какой команды, когда вы играли на чемпионате мира в 2018 году, на ваш взгляд? Я сразу перебью. Я сразу перебью, я не играл на чемпионате мира. Я не играл на чемпионате мира. У меня была травма в этот момент, и я не был на чемпионате мира. Понятно. А вообще, вот против какого клуба вы мечтаете сыграть? Ну, прям определенной мечты нету, потому что хочется, так сказать, идти от игры к игре. Да, поэтому вот так и будем действовать. И надеюсь, что это приведет нас к тому, что мы будем играть против европейских команд, и там у нас, дай бог, попадется какой-нибудь серьезный клуб европейский хороший. Поэтому все будем делать постепенно и будем загадывать. Спасибо. Так, и вот как раз Платон. Следующий вопрос. О, конечно. Да, да. Гутен так, Доменико. Вопрос к вам. Вы все-таки были в трех странах, Италия, Германия и Россия. А Новый год везде празднуется по-разному. Как вы совмещаете традиции всех трех стран и как собираетесь праздновать? Традиции для Новый год в каждом стране. Какие традиции вы будете следовать за Новый год? Когда это оба еды и традиция. И традиция, иногда это оба еды. Италия. Но если традиция касается еды, то это всегда итальянские блюда. Потому что мы готовим итальянские блюда, мы говорим по-итальянски дома и это все Италия. Это одинаковые почти, кстати. Очень символы. Да. Ничное там все. Бес калорий, бес калорий. Зеро. Зеро калорий. Так, Платон, спасибо за вопрос. Тогда дальше продолжим, да? У нас еще тут вопрос есть от ребят у меня записан. Какой футбольный матч вы бы с удовольствием прокомментировали? Я бы никакой. Нет, никакой. Какой это футбольный матч, да? В прошлом матче прошлого считаются? Конечно. Семифинал между Германией и Италией. 2006. Я не знаю, если вы помните. Италия 2-0. Угрозо. 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 И если надо будет заменить комментаторов, могу с удовольствием исполнить этот матч, какой бы ты хотел. Наш матч получается, если так будет получается, что я смогу присутствовать на игре, могу прокомментировать. Все принимается. И человек, который играет в его позиции, всегда говорит, что он плохой. И Жордан? Я не хочу комментировать ничего. Я не думал об этом, но в чемпионов фанале будет интересно комментировать. Спасибо за ваши ответы. Тренер, мы еще раз предлагаем, если вдруг есть дела, вы можете и фьюа бизли, и готовиться к тренировке. Спасибо, что нашли время. Очень приятно. До свидания. Спасибо. Спасибо. 21 ноября, в день своего рождения, в семье Егора Лейканда появился брат. Чего ждать от человека, который родился 21 ноября? Хороший вопрос, кстати. Классный. Чего ждать от человека, который родился 21 ноября? Такого как ты, короче. Ну раз это было в спартаковской степени, да, так скажем. Ну да. То пусть. Мальчик, да? Ну я так понимаю, да. Мальчик, да. Брат, брат. Да, если брат родился, то будущий капитан Спартака. Ну и назвать его Георгий надо, да? Не, не надо, зачем? Георгий, конечно, хороший. Спасибо. Хороший вопрос. Ответ тоже. Ответ тоже. Да, достойный вопрос. Так, Никиту Гусеву и всем остальным ребятам было бы интересно узнать, что для вас самое трудное и самое легкое в игре на поле? На поле. Трудное и легкое. Джордан, для тебя что самое трудное и самое легкое? На поле? На поле. На поле самых сложных и трудных? Ну, вы abb단 много на поле. Стогались, когда я был маленьк, пандемия охраны на минуту. На поле. Главное... Мне одна любовь. Да? Эти два боя для меня. Самое простое — получать удовольствие от игры в игре, потому что это то, чем я люблю заниматься, это закрепление. с самого детства играть в футбол самое сложное это проигрывать потому что проигрывать совсем не люблю есть все по очереди ты готов могу сказать что самое сложное на самом деле когда пытаешься что-то объяснить а он просто делает потому что он не знает ни английский, ни русский, ни свой язык он не знает ни английский, ни русский, ни русский, он не знает мне кажется, если ты скамейки так горишь, ты говоришь, говоришь ему и он просто делает так Вик, Виктору это же вопрос Вик, Виктору это же вопрос Самое сложное это травма потому что все мы рано или поздно их получаем Самое простое это удовольствие от игры и от того что забиваешь голы Футбол конечно он сам по себе сложный вид, потому что бегать много, тренироваться очень много Радость приносит то что ты удовольствие получаешь от того что выходишь на поле, выиграешь или играешь хорошо Спасибо за ваши ответы, так теперь вопрос от Алексея Кузнецова Я очень люблю футбол, тренируюсь четырех лет и участвую в турнирах Расскажите, ребята, как правильно относиться к проигрышам Вопрос ко всем из вас Жордан, мы уже слышали, что ты ненавидишь проигрывать because you can actually cope with defeat Как я уже сказал, я ненавижу проигрывать, но такое происходит, самое главное при этом не зациклиться на этих плохих эмоциях от поражений и надо постараться превратить их в мотивацию для того, чтобы выйти на поле в следующий матч, следующий матч и выиграть его. Я согласен с журналом, да, нужно правильно относиться к проигрышу и даже из проигрыша выносить из себя что-то на будущее, потому что как минимум, чтобы в будущем не допускать таких ошибок, что привело к поражению, к неудаче. Поэтому… Как-то так. Я сейчас. Ну, а что вы тут все время сказали? Я вообще надо проанализировать, не делать ошибок. Все так скажут. И следующий вопрос, Виктор, к тебе, чтобы ты не скучал. Виктор, Аб Сигать. Субтитры делал DimaTorzok Спасибо, Вик, за ответ. Если бы вопрос задал Дмитрий Ирушин, куда бы вы отправились, если бы была машина времени? Ирушин, если бы у вас была машина времени. Ну, здесь у нас заявление. В будущем или будущем? Давайте, в будущем. Я бы в прошлое вернулся. В детстве свое тогда было здорово, никаких не было забот. Ты просто играл в футбол и больше ни о чем не думал. Да, мне бы все хотели. Да я даже не знаю, если честно. Как уже сказал, вперед загадывать не хочется, тем более там оказаться. Будем спокойно туда идти, надеюсь. А что касается из прошлого, ну, наверное, тоже, да, какие-то моменты из детства. Не знаю, что-то из детства, наверное, да, вернулся бы там, к гаражам попрыгал бы с ребятами. Как-нибудь такое, да. А так, ни о чем серьезно. Вперед, вперед, не хотелось бы посмотреть. Нет, вперед, нет, не хотелось бы посмотреть. А так, ничего серьезного. Не стал бы ничего менять, точно там, оказавшись в прошлом там. Ну, и хотели в будущем. В будущем с Марадоной не хотел бы? Да нет, ну, я много чего хотел бы, но... Только нет желания с Марадоной поиграть. Such мужчина doesn't exist. Ну, вот у Ещи вариант появился, что в прошлом попасть и с Марадоной вместе поиграть тоже. Нет, у Ещенко would like to go to past him. Потому что Мариком назвали, наверное, да? Марадонна? Марик. Так, G, следующий вопрос к тебе по поводу твоей прически. Задавать будет Савелия и Лазарев. А что с ней? Сейчас узнаем. С ней, по-моему, все в порядке. Если Спартак станет чемпионом в этом сезоне, сделайте прическу, как у Алекса Кралла. Спартак wins the title. This is the will make the mission. Я слышу, что я нормальный причесок. Вся команда как-то не спирала. Нужно что-то праздничное делать, а не вот это вот. Тайфуд на голове какой-то. Ураган на голове прошел и все. Давай тогда договоримся. Если мы это сделаем, ты готов что-то сделать в своей прическе. Что? Что? Что надо? Что ты сам предлагаешь? Тебе даю вариант. Что надо? Что надо? Что надо? Давай придумаем. Что надо? Пускай придумают. А его нету. Потом придумают, скажут. Общий вариант какой-то. Я думаю, мы можем это, не знаю, на странице, допустим, сайта разыграть. Какую бы прическу вы могли предложить, чтобы он сделал в случае с командой станет чемпионом. Согласны? Так что вы там ждите новостей. Обязательно с вами там свяжутся. И можно будет это выбрать. Так, давайте еще пару вопросов с экрана мы зададим. И, наверное, будем загругляться. Потому что у нас еще впереди есть подарки. Давайте включим его. Ребята, у вас два брата сидят. Здравствуйте. Меня зовут Саша Пимонович. А это мой брат Ваня. Блин, нет. Нам 9 лет. Мы занимаемся в Академии в Атаках Кимках. Наш вопрос ко всем игрокам. Вы любите играть в пляжный футбол? И не хотите вы зимой провести мастер-класс на нашем теплом песочке? Все бы наши ребята просто обо всех не выпрямили. Спасибо, парни. Сейчас подумают, ребята ответят. Еще один вопрос. Давай. Давай, Ваня. А какие у вас были смешные клички и прозвища вашему детству? Нет, 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 нет. В Киеве называли Пегас. Почему-то не знаю почему. Ну, перед нами быстрый какой-то был. Опять все быстро, все быстро. Пегас. 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 Пого Вы почему думаете, что это пространство у нас не в законах? Нет, нет, нет. Просто некоторые люди говорят, что Джорджи, но мы не знаем. Ну, Джорджи, Джорджи, Джорджи. Ну, зимой еще тяжело, потому что ребята в основном разъезжают, сами понимаете. То на сборах, то сейчас будет большой отпуск, то игры проходят, поэтому это сделать тяжело. Летом там, ближе к этому, уже было бы легче сделать. Так, Виктор. По поводу прозвища, он по поводу пляжки отвечал уже. Вы уже ответили о бляжном футболе? Да. И о нигнеймах? Бист. Бист? Да. Джорджи, давай, ты заключительный ответ. Что касается первого вопроса про пляжный футбол, то... Наверное, да, летом было бы хорошо собраться. И вообще, я считаю, что мы должны больше там проводить время, как из... Ну, делать такие вечера, можно сказать, да, там... Играть против наших, кто умеет футбол, да, нашей команды. Так же пляжный, можно делать такие встречи, там, можно так сказать... По прозвищу? Да, но хоккей мы не потянем сто процентов, но мало кто катается. А что касается второго вопроса... Что касается второго прозвища, то... Не знаю даже, мне... Часто говорили Джика Аджика. Джика Аджика. Джика Аджика. Вот. Джика Аджика. Вот. Поэтому, наверное, Аджика футбол. Знаете, что такое Аджика вообще? Аджика – это соус. Киватель. Это такой соус острый. Да, я думаю, я река вы попробовали все. Знаешь? Ребят, спасибо за ваши вопросы. Мы старались максимально успеть ответить, но времени не так много. Ребятам нужно готовиться к игре. Поэтому, я думаю, для следующих вопросов у нас будет следующая пресс-конференция. Я уверен, что она пройдет не в таком формате, а уже здесь, на открытии арены. Поэтому спасибо за ваши вопросы. Готовьте в следующем году. Но у нас еще осталась приятная часть. У нас еще будут призы. Сейчас каждый из футболистов будет вытаскивать шарики, показывать имена победителей. И потом там с вами свяжутся, получите личные письма, расскажут, как вы можете их получить. Так, ну что начнем? Жить с одной стороны капитану, давай, наверное, все-таки возраст. Да, да. Пенсионный фонд России. Поехали. Вытаскиваем по три шарика. По три шарика. Вытаскиваем и показываем имя прямо на экран. Никаких подставок. Шары не теплые, не холодные. Все честно. А есть читать умеет? Сейчас проверим. Да там так мелочи дайте ему. Там видно? Нет? Кимур Ашуров. Мы тебе доверяем, давай. Видно было честно. Так, а тут что-то еще что-ли есть? Мы же сказали все честно, а там двойные какие-то уже. Двойные. Это или те личные записки? Не, это просто семь. Ты это осталось, наверное, из других. Давай. Давай. Купуляев Матвей. Подарком. Не обязательно. Я зайду. Это как лотери. Так. Давай следующий. Ага. Да. Купуляев Матвей. Давай, давай. Поактивнее ешь. Поактивнее. Ты же быстрый, говоришь. Что так долго ты вытаскиваешь? Давай. Двигайся пальчиками. Или у тебя ноги только быстрые, а руки не очень? Любишь медок, люби холодок. Иогрушкин Дмитрий. Дима, давай беленький. Джид, один беленький. Давай красно-беленький. А Джордану тогда по одному возьмешь. Так, следующие три у нас капитан вытаскивает. Я не стал сейчас по этому. Петраков Ярослав. Так, подарок от Дима. Деоника. 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 Поздравляем вас. Мне надо туда идти, да? Да не, не обязательно. Просто показывай все. Да да. Сохранять здесь бы можно. Давай следующий. Так. Что там написано? Подарок от Дима. Да. Красивее. Собирайся. Собирайся. Не открывайся. Что-то большой подарок здесь, по-моему. Эмиров Артур. Подарок от Тушина 2018. Я же говорю большой подарок. Ну. Трешку. Где-то дают. Отличи. Не, он свое отдаст. Я-то еще сразу. Подарок от Тушина 2018. Автомобиль. Так, и третий, да? Поголовин Скалякин Артём. Подарок от Тушина 2018. Давай. как я вытаскиваю квартиры так и следующий нас виктор давайте я буду читать там еще там еще два пускай так канавалов артём подарок от найт нормально давай журнан вик еще вик так овсянкин владислав подарок овсянкин владислав вот наверху но вот это бородки на подарок от найк аполлон поздравляю если тот аполлон который я думаю поздравляю двойне макеев владислав подарок от уральских арсений савелий гусев никита еще один гусев никита еще раз гусев никита еще раз у тебя девочки девочек спросил я могу чего угодно делать правильно спасибо аксёнов всеволод подарок от дионика раз дионику да подарочек от тушенок более квартира трешку на могу федор подарок от дионика то прикинь написали подарок от тушенок 90 квадрат был неплох согласен три комнаты фамины тимофей подарок от найк вот ушел есть там не и последний машине тимофей ну прощайте все еще и к нам приездачу а чё там собачка алина а сулуин алина подарок от на алина есть там алина да алина да давайте мы включим тогда да вот да собаку девочки привет мы включили как зовут имя не вижу как лол здравствуйте меня слышите да меня зовут я не знаю давали уже мой вопрос у меня в начале пресс-конференции не работал звук но если нет я бы хотела узнать вот когда вы были маленькие и выходили на елки в детском саду и в начальной школе вы какие-нибудь костюмы надевали и какой бы вы костюм сейчас надели если бы вас пригласили на погоднее костюмен на вечеринку ты знаешь у нас вопрос этот был ребята на него ответили просто сейчас уже время не будем терять но спасибо тебе за вопрос очень хороший вот давайте последний вопрос от анны и все данный вопрос мы можем о нем через включить самый красивый гол в футболе забил марадона но такой гол можно забить только англичанам кому бы вы хотели забить самый красивый гол мне бы просто забить ну ты свой раз за раз пять лет забиваешь ты через чемпионский забил хватит тебя тебе бы забить а мне бы пробить ну давайте серьезно попробуем ответ какой агентство есть агентство ваша вам пользу принес ну я могу ответить так как я не часто забиваю голы я буду рад любому своему голу в официальной игре официальной игре нечестно не смотря там ну там говорить да всякие финалы там туда-сюда просто буду рад своему голу в официальной игре со спартак официальная игре и джордан against who or with which team against who if we're speaking in russia i would love to score against zenit would be very very nice and if we're speaking about teams in the world it would be real madrid because i'm a barcelona fan если говорим о россии то хотел бы забить 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 а если о мире то хотел бы забить реалу поскольку и сам являюсь фанатом барселоны тогда я о барсе хотел бы забить я would like to score against zenit 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 ну виг хотел бы zenit я думаю csk каждый с удовольствием да грузил наших ребят спасибо большое за вопросы все у нас остался последний моментик мы хотим дать слово представителю компании optima pack который является официальным лицензатом нашего клуба который выберет вопрос который понравился больше всего подарит официальный подарок настольная игра оптимальный футбол созданная при участии нашего клуба ждем представителя я уже здесь здравствуйте всем всем организаторам всем привет я хочу мне понравился вопрос вот мы определили кто кому доверит бить пенальти то есть мы считаем что это очень серьезный вопрос на который многие ну не решается играть поэтому мы дарим вот такую игру видите все спортивную теперь спартак будет в вашем доме вот я не знаю просто имя этого мальчика кто это задал этот вопрос по пенальти мы с ним свяжемся и девочка это была у нас то вопрос вы определите потому что очень много 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 футболистов разберете хорошо вот игра будет у этого человека спасибо спасибо действительно очень интересно спасибо вопрос спасибо вам ребят еще раз спасибо всем всем организаторам для вас и ваших родителей вы получите письмо где с вами свяжутся там у кого призы подарки все обязательно получите вам спасибо спасибо нашим футболистам организаторам хочется пожелать что в следующем году еще раз мы встретились здесь на стадионе они в формате онлайн поздравляю всех участников кто выиграл подарки на их наступающим новым годом продолжайте болезнь спасибо что вы с нами спасибо пока пока спасибо спасибо